В самом начале работ по реконструкции археолог Василий Конов, проводя археологический надзор, в одной из траншей обнаружил ряд кирпичей на цементном растворе, выложенных прямой линией с небольшим декоративным изломом и закруглением. Причем располагалось это все на глубине около полутора-двух метров. Первоначально этот ряд кирпичей был принят за фундамент какой-то ранее неизвестной постройки. Василий Конов находкой поделился с историком Александром Дударевым. Когда потом я открыл фотографии этой территории благоустройства 50-х годов, то там был увиден, обнаружен фонтан советский. И получается вот эта кладка принадлежит к боковой стенке советского фонтана. Он был частью благоустройства Лыбецкой долины, которая была произведена в конце 40-х, в начале 50-х годов. Там, соответственно, были сделаны вазоны, спуски на это место, где и сейчас лестница находится. Также и в центре был разбит фонтан. Причем есть несколько фотографий, где видно струи побольше мощности напора, где мощность поменьше. Люди вокруг гуляют. Также на одной из фотографий, на том месте, где сейчас стоит почтанк, там уже установлена какая-то миниатюрная скульптура, но качество фотографий не позволяет разглядеть, кому она посвящена. Кроме того, рядом с нынешней лестницей, по которой пешеходы спускаются от улицы Ленина вниз, были найдены другие лестницы, ведущие также вниз на Лыбецкий бульвар, но под более крутым изломом. Иными словами, археологи нашли некоторые элементы благоустройства 50-х годов прошлого века, которые мы с вами ранее могли видеть только на фотографиях. На логичный вопрос, почему сейчас все это находится на такой глубине, Александр Дудрев дает простой ответ. В начале 60-х годов начали строить здание почтанта, в связи с тем, что, во-первых, его архитектура отличалась уже от такой сталинской архитектуры, он уже строился в хрущевское время. Во время проведения этих работ вся эта территория, ну просто она была счищена во время стройки, и поэтому приняли, как на мой взгляд, решение засыпать всю эту территорию ровным слоем земли. В результате получился уровень поднялся. Вот так в 20-е годы 21 века для ученых и историков стало неожиданностью в качестве археологических находок обнаружить элементы советского благоустройства.